А в Сеуле проходят многотысячные антияпонские митинги. Сегодня в Южной Корее отмечают День независимости. Напомню, что с 1910 по 1945 годы корейская территория была оккупирована Японией. Если раньше 15 августа на сеульских улицах было не так много демонстрантов, то сегодня в центре Сеула довольно шумно. Причину активности знает наш корреспондент Владислав Цой. Он сейчас находится рядом со столичной мэрией. Владислав, здравствуйте. Какова цель гражданских акций и к чему призывают ее участники? Сергей, первая причина – это празднование 74-й годовщины независимости Кореи от Японии. И вторая причина – это торговая война между Сеулом и Токио. Я напомню, что 2 августа японское правительство исключило Республику Корея из списка надежных партнеров. Еще раньше, 1 июля, в Токио ограничили поставки корейским компаниям трех химических компонентов, которые используют при производстве полупроводников и электронного оборудования. И буквально накануне правительство Кореи объявило о начале процедуры исключения Японии из списка надежных торговых партнеров. До 3 сентября чиновники будут изучать общественное мнение. И ожидается, что правительственное постановление вступит в силу в следующем месяце. Сегодня возле Сеульской мере и площади Кванхвамун собрались несколько тысяч демонстрантов. На транспарантах написано, что Аба должен извиниться и возместить ущерб, и извинить за насильственную эксплуатацию. Всего около 100 антияпонских призывов. Предлагаю послушать мнение участника акции. Сегодня 74-я годовщина освобождения Кореи. Жертвы принудительного труда военного времени борются за компенсацию. И Япония сейчас реагирует на это экономическим возмездием. Мы решительно осуждаем такие меры. Мы требуем извинений и компенсацию за принудительный труд. Владислав, а какие последствия влияния торгового конфликта между странами на южнокорейскую экономику уже есть? Да, Сергей, торговая война усугубила ситуацию в южнокорейской экономике. Как заявили накануне в правительстве, объем экспорта за первую декаду августа сократился больше, чем на 22%. Конфликт с Японией повлиял на это частично. В основном связаны плохие показатели с торговой войной между США и Китаем. Южнокорейский экспорт полупроводников сократился больше, чем на 34%. Нефтепродуктов почти на треть и автомобилей на 6%. Сократилось число авиапассажиров по маршруту Сеул-Токио. Продолжается акция по бойкоту японских товаров. Ранее в правящей партии Тубуро призвали бойкотировать Олимпиаду в Токио. Конечно, это связано с торговым конфликтом, но не только в Сеуле обеспокоены планами по сбросу в океан, очищенной воды, саптанной электростанции Фукусима-1. Тревога связана с тем, что может быть загрязнено Восточное море, которое омывает корейские и японские берега. Между тем, сегодня на праздновании по случаю Дня Независимости президент Мун Джиин впервые предложил в японской стороне сотрудничать. Давайте послушаем отрывок из выступления корейского президента. Лучше поздно, чем никогда. Если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с радостью возьмемся за руки. Мы вместе будем стремиться создать Восточную Азию, которая будет участвовать в справедливой торговле и сотрудничестве. А я добавлю, что в акции принимают участие порядка 700 общественных организаций. Демонстранты намерены дойти до японского посольства и выпустить в небо порядка 200 воздушных шаров и голубей мира. Демонстранты подчеркивают, что они выступают не против Японии, а против действий японского правительства. Сергей. Спасибо, Владислав. На прямой связи из Южной Кореи был наш собственный корреспондент в регионе Владислав Цой.